доброго времени суток друзья давненько на нашем канале не выходили ролики по программам и сегодня мы с вами посмотрим на программу для захвата экрана вашего компьютера а я бит iphone screen recorder данная программа позволит вам бесплатно захватывать видео с вашего экрана давайте посмотрим на нее в действии и так скачать программу мы можем с официального сайта а я бит . com здесь у нас сразу доступна загрузка программы и описание ее ключевых функций это удобный функционал записи рабочей области запись видео со звуком формате hd а также возможность снятия скриншотов во время записи и прочий функционал но собственно лучше посмотреть чем прочитать поэтому приступаем к загрузке нажимаем клавишу загрузить и вот она у нас появилась на рабочем столе устанавливаем тут все как обычно нажимаем далее далее окей вот нас приветствует окно программы и так здесь мы видим сразу режимы записи то выбрать область записи установить настройки звука и мышки ну и собственно большая кнопка мимо которой трудно промахнуться и так здесь мы можем выбрать полный экранный режим выбрать определенное окно программы для записи указать область вручную давайте попробуем вот этот например фрагмент но я думаю удобнее будет писать весь экран потом кропнуть если что на постпродакшен также можем зафиксировать размер 4 на 3 для каких-нибудь instagram stories и 16 9 с этим мы разобрались что у нас дальше одновременная запись системных звуков выключить или отключите для записи ok микрофон микрофон включили а также указатель мыши показывать не показывать здесь же мы можем что кстати очень удобно для тех кто записывает на youtube инструкции есть возможность активировать одновременно веб-камеру вот мы и включим окей давайте попробуем что-нибудь записать появилось окно веб-камеры пошла запись здесь в углу экрана мы видим мини панель для управления ну давайте что-нибудь звук у нас писался новую камеру в принципе выглядит нормально только в углу у нас присутствует водяной знак водяных знаков нам бы хотелось избежать хорошо ну что же давайте перейдем в настройки программы посмотрим что мы там можем изменить в окне общие настройки у нас естественный язык программы оставим русский пожалуй есть возможность загружать автоматически программу при запуске в windows для быстрого старта при закрытии программы оставить программу в рабочем состоянии свернуть в трое окей игнорировать предупреждение контроля учетных записей окей обновить и установить последнюю версию автоматически но это у нас платное расширение естественно куда же без него есть возможность указать директорию для записи по умолчанию пишется в документы хорошо так запись через динамика а запись через микрофон а через динамика то я так понимаю системные звуки запись щелчков мыши окей добавить эффект выделения можно это очень замечательно и анимация щелчка это отлично прям обратный отчет перед записью давайте оставим показать плавающую панель инструментов оставим это удобно это речь идет вот об этой штуке автоматически скрывать панель задачи нет пусть она будет мне так больше нравится предотвращая спящий режим даже такой есть замечательно аппаратное ускорение дополнительный аудио файл во время записи отдельно от видео ну всегда можем вырвать это доступно настолько в про версии наложение водяного знака без водяного знака можно писать только в про версия вот это расстраивает ну ладно на запись на с наложением веб-камеры замечательно можно выбрать апс можно мою веб-камеру позиция наложения можно выбрать по углам оставим правый нижний и можем регулировать размер веб-камеры поставим пока средний хорошо так настройки видео размер пусть будет оригинал формат импег 4 частота кадров 60 хочу поставить битрейт максимум 20000 килобит ну пойдет в принципе качество оригинал чтобы прям балл так что у нас по аудио пусть пишет mp3 в 320 с частотой дискретизации 48 тысяч килогерц так канал и стерео и того в настройках мы можем к сожалению отключить запись водяного знака только в про версии это очень жаль бессрочная лицензия у нас стоит 2190 рублей но не даром не даром подписка на год 1290 давайте попробуем что-нибудь записать с новыми настройками отлично у нас пишется звук у нас пишется видео с веб-камеру нас пишется рабочий стол видео стало более плавным с 60 кадрами в секунду это заметно у нас подсвечивается курсора подсвечивать курсоры все-таки не хочу таким образом давайте посмотрим как может расширить наш функционал платная версия программы итак мы обновились до про версии сразу появилась функция убрать водяной знак либо настроить свой водяной знак не знаю кому это может понадобиться мы будем писать без водяного знака так также у нас здесь ничего не поменялось выбор вот камеры по частоте кадров тоже битрейт не увеличился очень жаль я думал хотя бы до 50 тысяч про версии тебя для записи экрана рабочего стола это не особо то не надо только если для динамичных игр но там есть оверлей nvidia поэтому в главном окне программы у нас доступны мои работы это наши записи которые мы можем сразу просматривать делать из них снимки редактировать ну или удалить доступны быстрые настройки здесь мы можем поменять сразу папку назначения записей качество графики качество звука давайте без потерь сразу выберем качество графики окончательный не знаю что значит сохранить дополнительный файл во время записи наложение водяного знака нам не нужно также у нас есть функционал расписания записи по времени здесь мы можем сразу выбрать как будет называться наш файл назначить дату и время начала и дату время окончания нашей записи в принципе удобно если мы планируем записать но не знаю какой-нибудь вебинар например поставили оставили компьютер включенным открыли страницу с вебинаром назначили таймер и ушли себе спокойно куда-нибудь область записи здесь также мы можем выбрать и действие после записи уйти в спячий режим или завершить работу но также у нас есть руководство пользователя это в принципе очень даже удобно и так как я уже говорил бессрочная лицензия данной программы обойдется вам в 2190 рублей подписка на один год будет стоить 1290 рублей но на самом деле смысла в ней не вижу проще купить один раз и навсегда и так в про версии у нас доступна настройка водяного знака либо полное его отсутствие запись по расписанию а также отдельное сохранение звука от видео сразу же после записи ну и как утверждает разработчик с про версией запись будет без задержек и на более качественном уровне подытожим iphone screen recorder позволит вам достаточно быстро и просто записывать рабочий экран это может вам пригодиться если вы делаете какие-то обучайки какие-то видео скринкастами да на вашем youtube канале например как на мою данная программа недавно достаточно сильно обновилась среди нового функционала появилась запись по расписанию для автоматического начала и завершения записи в запланированное время была добавлена возможность сохранять дополнительный аудио файл после записи то есть разбивать видео сразу на видео фрагмент со звуком и отдельно аудио дорожку добавлены новые быстрые настройки для более удобной настройки записи а также обновилась руководство пользователя которая теперь содержит более информативное руководство в которой добавлены дополнительные советы и приемы записи также был оптимизирован алгоритм редактирования видео чтобы значительно сократить время кодирования видео, была добавлена возможность переименования записанных файлов, чтобы упростить управление ими, а также было улучшено несколько языков локализации и оптимизирован интерфейс. Ну и естественно с любым обновлением были исправлены ошибки. Ссылку на iPhone Screen Recorder я оставлю в описании под данным роликом. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео, обязательно подпишись на канал и бей в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. А на этом у меня все, до новых встреч!